Всем привет! Так как сезон выпускных, свадеб, мероприятий, я решила, что нужно сделать мою версию укладки. Подходит для средней длины, чуть короче, чем мои, чуть длиннее и вообще по пояс, но это долго, но подходит. И многим селебрити с очень длинными волосами делают такую укладку. Она такая вот подвижная, она, мне кажется, всем идет. Немножко вдохновленная Victoria's Secret укладка. В общем, я вам покажу, как из вот этого вот кошмара сделать вот это. Быстро. Вам понадобится плойка, лак, сухой шампунь. Это самая простая укладка ever. И вам даже не нужно будет искать клипсу или резинку для того, чтобы разделять волосы, потому что здесь мы не разделяем волосы и не тратим на это время. Юху! Чтобы начать нашу укладку, нам нужен будет сухой шампунь. Хотя бы на верхнюю часть, на зону улица. Когда у меня есть время, я наношу с ночи и просто собираю волосы вверх. И тогда у вас прекрасный будет результат на утро. Вы сможете укладываться. Не будут такие вот слипшиеся, как сейчас. Но я забыла это сделать. И теперь делаю вид, что так и должно быть. Но зато я вам показала максимум. Ну и я, в принципе, люблю на второй день именно крутить волосы. Потому что это увеличивает расстояние между помывками головы. Потому что это не пережигает, не пересушивает волос. Ну и просто я очень ленивая. И в первый день после мытья и сушки волосы и нормально выглядят. И, в принципе, они уже подверглись термическому воздействию от фена. Но что их дальше мучить? И вот я люблю на второй день. У меня, конечно, редко, когда настолько грязные волосы. На второй день. Но для нас же лучше. В общем, включаем нашу плойку. Про плойку я вам расскажу, наверное, чуть позже. И пока она греется, расчесываем волосы. Ставим на максимум. Ну, хотите, на 190. У меня с волосами Альянс. Они прекрасно укладываются в моих руках и на такой температуре. У других мастеров почему-то не укладываются или не держится укладка. У меня и на такой температуре будет 3 дня держаться. С очень маленьким временем воздействия. Также, если у вас сильно окрашенные волосы, если очень тонкие, если осветленные. Но вы все знаете, да? 180 градусов можете поставить. Хорошо расчесываю. Они могут и будут, скорее всего, магнититься, если у вас сильно такой пересушивающий сухой шампунь. Разбираю на тот пробор, который мне нравится. И у нас как раз нагрелась плойка. Это у меня Диваль. Диваль я покупаю много лет, но я больше люблю серебряную серию. Обыкновенную, классическую, дешманскую, которая типа для про. Это для не про как бы. И вот этот белый дизайн, да? Он такой типа более красивый. В чем разница? Мне кажется, что у меня сильно проворачиваются. Может быть, это только эта модель. Волосы в зажиме, да? Для непрофессионала может это хорошо. Мне ужасно неудобно. Ну, короче, больше вам советую. Именно серебряная. Вот эту вот купила просто потому, что осознала, что внезапно никаких нет в доме плойок. Все почему-то на работу унесли. И в какой-то момент захотела накрутиться. Короче, прелесть этой укладки в том, что вам не нужно долго ждать, и вы плойку используете фактически как утюжок. И вам не нужно разделять разные слои. Это просто божественно. Можно не видеть, что там происходит сзади у вас. Берем следующую. Да, они у нас магнитятся от шампуня, но ничего страшного. Сейчас плойка их прогреет. В этот раз я не использую термозащиту. Почему? Потому что я ленюсь. Потому что не хочу усложнять. Потому что если не даваться другим стилистам в руки и самой всегда крутить волосы, и так у меня все прекрасно, и термозащита мне в таком случае не нужна. И немножко подождала и отпустила. Беру толстые такие ряды. Держу несколько секунд на основании. Немножечко двигаюсь. И докручиваю уже как утюгом. Хоп. Обязательно подворачиваю в спираль. Для того, чтобы... Кто часто укладывается, или кто смотрел предыдущие мои укладки, он знает. Для того, чтобы лучше зафиксировать этот локон. Потому что если локон остывает в правильном положении, держаться укладка тоже будет дольше. Я всегда говорю, в каком направлении мы крутим. Здесь, простите, пропустила. Мы все локоны крутим от лица. То есть первая наша прядка от лица, а вторая не на нее, да, не смотрит на нее. А также за ней от лица. И далее эта формация продолжается, продолжается, продолжается и продолжается. Мне нравится, что локон естественный получается. И что прическа очень ленивая. И когда я еще ленивее, чем сегодня, я могу завить. Да, я лентяя, я знаю только первое у лица. Поскольку у меня немножко вьющиеся волосы. И если я все делаю правильно, или в жгутики каким-то закручивала, в гульки, то вообще у меня получается слегка волнистая вся прическа. И только передние вот эти локоны я облагораживаю. Вот что у нас получилось. И у нас есть дополнительный объем. Вот так вот легко и непринужденно мы завили одну половиночку. Точнее даже больше половины. И нам осталась, юху, меньшая сторона. Same, same. Все то же самое. Просто если хотите больше объема, и чтобы был эффект как в рекламе, захватывайте повыше. Хотите, чтобы более не сделанный такой вариант был, захватывайте пониже. Ну, естественно, если волосы толстые. Если они не окрашены, или если они славянские, стекловидные, прямые, вам нужно будет подольше держать на плойке. Ну, вот это вот просто мой максимум. Мне не нужно больше. Вот здесь вот я вам покажу с большим объемом, там с меньшим. Ну, в принципе, эта сторона как бы разделена изначально так, чтобы здесь было почти в два раза меньше волос. Так что это очень даже справедливо для нее, я считаю. Немножечко дубль два. Это когда мы меньше времени оставляем на приборе горячем. И когда мы с натяжением вниз немножечко работаем. И вот здесь, ну, пока букли, сейчас все будет хорошо. Давайте ту версию вам покажу. Когда вы не задерживаете сильно и под меньшим углом, скажем так, работаете к коже головы, у вас получается вариант более мягкий, с акцентом на кончик завитка. Я уже буду переходить на среднюю какую-то формацию, для того, чтобы вся голова не была очень разная. Если хотите, можно здесь скомбинировать. Мы верх сильно не грели. Можно его немножко догреть без нанесения дополнительной жидкости типа термозащиты. Будет такой немножко от лица эффект. Сидим, охлаждаем наши букли. В это время там можно делать макияж, завтракать, что угодно делать. И вот, например, для большего объема еще втираю, массирую сухой шампунь и разворачиваю, чтобы у меня была такая легкая небрежность. Но вообще и с локонами нераспавшимися тоже я уезжаю иногда. Или выхожу из дома и уже в процессе их разбираю. В довершении очень важно профиксировать лаком. Я беру среднюю фиксацию. Можно сильную. Просто я не люблю эффект склеенности. А этот очень слабый лак. Это серый шнорман. Но мне ужас, как нравится, как он пахнет. Поэтому я даже не знаю, лак или парфюм у меня. Дополнительный объем просто в процессе фиксации. Ну, вы раскладываете тоже, как вам нравится. Я никогда так много времени не трачу, но тут вроде как бы там видео про укладку. Надо типа это быть нормальной. Мне это сложно удается, честно скажу. Короче, на более чистый эффект будет еще лучше. Но вот вам и все секреты укладки. Нет, я не ленивая жопа. И да, я иногда мою голову. Вот, надеюсь, что вам было интересно. И, конечно, я не очень люблю, когда супер объемный корень. Ну, потому что это сейчас уже не совсем модно. Но немножко уже имеет плохую ассоциацию, да. Но, если вы хотите, вы так вот разбираете. И не то, чтобы начесываете, да. А просто вот... Ну, такое вот упругое, длинное и медленное такое чешущее движение делаете. Да, объясняю я не очень, но я думаю, что вы поняли. И просто заглаживаете, где у вас какие-то лишние пушистости. Можно дофиксировать. И вы типа ангел, Виктория, Сикрет. Они немного опадут. Кто-то любит еще вот здесь корень поднять. Тоже лаком можете это сделать. Марк говорит, что мне нужно это сделать. Давайте посмотрим. Нет, мне не нравится. Но зато вы теперь умеете делать самостоятельно. Из необъемных, вчера помытых, непосушенных нормально. Волос на которых, ну, просто спали. Вот такую вот укладку. Без гофрея, который портит волосы. Без активного начеса на корнях, как многие тоже делают. Без дополнительных прядей. Без смс, без регистрации, что тоже важно. Вы теперь умеете тоже делать такую притчу. Но я обычно делаю ее еще ленивей. И не начесываю. А теперь представьте, что вы еще добавили накладные пряди. И просто тут уже будет эффект не а-ля Victoria's Secret, а просто а-ля Playboy. Ну, или как минимум журнал Maxim. Вот, пробуйте. Я вроде все секреты рассказала. Повторюсь, что я, наверное, больше советую не белую плойку Диваль, а классическую. Любую другую плойку, которая у вас есть вообще. Господи, лишь бы у нее было хорошее покрытие. Любой лак, реально, бюджетный лак. И вперед. И вы видели, да, что они теперь не магнитятся. В общем, пробуйте. Под видео я вам оставлю ссылку на предыдущие видео с укладками. Более простые, более объемные, всякие разные, которые я делала ранее. Посмотрите тоже. Я надеюсь, что вам понравится. Укладка очень стойкая. Два дня приличным человеком. Вполне можно выглядеть с ней. Может быть, даже три дня. Если у вас чистая голова, то сухой шампунь вы все равно можете нанести слегка на корни и расчесать перед началом укладки, просто чтобы дольше она держалась. Все, как всегда, у меня. А мне кажется, это моя философия. Мега быстро и просто. Но каждое, что вроде я ничего не делаю. Но маленькие детали, маленькие детали, они важны, потому что for some reasons, когда другие мастера на мне делают примерно такое, внезапно в полтора-два раза меньше объема или внезапно намного меньше стойкость при намного большей температуре и дольше выдерживании пряди на утюге или на плойке. Короче, найдите свой подход. Просто под себя подстраивайте, да, так как вам комфортно, так как вам нравится, так как будет держаться на вас. Вот.